Девушки отдыхают Если увидишь дождь, каждой каплей в глаза загляни И, возможно, меня заберешь по частичке в ладони своей Так что если увидишь дождь, каждой каплей в глаза загляни И, возможно, меня заберешь по частичке в ладони своей Доброе утро! Доброе утро, красавица! Доброе. Как спалось? Отлично, спасибо. Вечером приготовлю форель на пару со сливочным соусом. Ой, Екатерина Степановна, закармливайте вы меня. Меня гинеколог даже хотел посадить на строгую диету. От Кристиночки ни грамма лишнего не набрала. О, сравнила. У Кристиночки и срок поменьше. А при чем здесь срок? Она просто следит за собой. Снимается йогой, ходит в бассейн, не ест мучного. У нее на любом сроке проблем не будет. А у тебя, кстати, какой? Седьмой месяц почти. Странно. Но выглядишь, как будто завтра рожать. А я все свои беременности тоже сильно набирала вес. И на седьмом месяце уже была как будто на сносях. Так что не переживай, Нина, все будет хорошо. Выглядишь прекрасно. Ешь, Китя, ешь. И давайте прекратим эти никому не нужные разговоры. Держи. Ух ты. Попробуем. Вкусно? Отлично. Ой, Макс, я ради тебя готова даже рыбу в фугу научиться готовить. Так, Крис, давай без фанатизма. Что-нибудь более спокойное. Ну, там, пасту, вареники, салат какой-нибудь. Не знаю, что это за блюдо, так и скажи. Какие планы? Собираюсь на собеседование. Ну, с моим дипломом пора уже и хорошую работу найти. А ты чем собираешься заниматься? Даже не знаю. На днях папа приезжает в Берлине, у него там какой-то бизнес-саммит. А потом он заедет к нам, и я думала куда-нибудь его сводить. Слушай, ну он уже везде был, даже не знаю, куда его сводить. Я пасу. В смысле? Ну, у меня сейчас столько деловых встреч, бизнес-предложений. Вот и перевод сложный опять заказали. Макс, если честно, я даже не понимаю, зачем ты занимаешься этими переводами. За них же платят копейки. Не скажи. Нет, ну, конечно, если их швыряться деньгами, так как ты это умеешь, то никаких заработков не хватит. При чем тут заработки? Я могу вон папе позвонить и... Крис, я думаю, мы закрыли эту тему. Да, но если... Я готов заниматься чем угодно, лишь бы от него не зависеть. Макс, я так горжусь тобой. Нет, ну вот, правда, вот ты как-то нашел в себе силы отказаться от родительских денег, а я не смогла. Такой молодец. Все у тебя получится. Вот и лето, тю-тю. Еще месяц-другой. Холодно будет. Во дворе уже никого не обслужишь. А дома места для кафе нет. Угу. Шо? Шо-шо, ну, выкладывай, шо ты там хотела? А ты серьезно? Хочу пристройку сделать утепленную. А, ну, це хорошо. Только зайки такие гроши. Як це зайки? Ну, мы ж не в убыток себе работаем. Выручку пустим, с твоей зарплаты трошки добавим. Так все делают. Бизнес надо развивать. Ну, хорошо. А долг зятю, что ты про него забыла? Да не забыла я. Просто мне так не хочется кафе закрывать. Ну, Алечка, хочется, не хочется, а придется. Заодно все зимой по хатах сидят. А ты заодно отоспишься, отдохнешь. Да я с тоски сдохну. Ну, ничего, я тебе какое-то занятие на зиму придумаю. Ты? Ну, придумаешь. Мне про все самой думать приходится. Ярына, ты дивись меня. Да ну, кому ты шо? Марьяна, хватит жрать. На всю корчму ни одного посетителя. А все из загалки, шоб ее греть схопыв. Пока шо греть схопает только нас с тобой. И вообще, когда твой Левков же поможет нам с ней разобраться. Он же тебе обещал, когда ты к нему ездила. Если Левко обещал, то Левко разберется. Он не зря меня спрашивал. Про то, как эти Костюки живут. Про Галкино кафе. Про Нинку с ее хахалем этим новым мужем. Да хорошо. Наверное, просто людей не нашел. Сейчас холода настану, так Галка это сама закроется. Здравствуйте. Мирон Юрьевич Куликов, ваш новый участковый. Давно хотел с вами познакомиться. Со мной? Да. Держите ее. Марьяночка, Марьяночка. 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 Мирон Юрьевич. Ой, я наверно на солнышке перегрелась. Вы извините за мной, такое впервые. Ничего страшного. Вы к врачу сходите, мало ли. И если что, ко мне обращайтесь. Я завтра зайду. Всего вам доброго. Ага. Марьяночка, пойдете. Такой он нежный. Трепетный. Марьяночка, держись меня за сердце. Это что за спектакль был? Я чуть дуба не врезала. Нашу он тебе надо. Руся, люди кажут, что он добрый, честный, порядочный. Еще и хабарит не берет. Вот так. Ну так и нашу он тебе надо. Да что ты в любви понимаешь? Судя по развитию плода и состоянию матки, до родов осталось, как мы и рассчитывали, примерно 3-4 недели. А есть надежда, что малыш родится не очень крупно? Есть шанс, что он будет выглядеть как недоношенный 7-месячный? Нет. Признаки недоношенности – это очень маленький вес, красный цвет кожи и неспособность самостоятельно дышать. Вашему малышу, к счастью, это не грозит. УЗИ показывает хороший вес, а за 3-4 недели ребенок наберет еще грамм 200-300. Значит, мне придется рожать в другой стране. Почему? Чтобы никто не догадался, на каком сроке родился малыш. За границей наши родственники навряд ли будут его навещать. Они должны думать, что он родился 7-месячным. Я люблю Нину. Возможно, это мой ребенок. Для меня это звучит банально, но вопрос жизни и смерти. Поверьте мне. Наши родственники будут осуждать нас за то, что малыш был зачат до свадьбы. Ясно. Тогда вам действительно лучше рожать за границей. А через месяц-полтора можно будет приехать с ребенком, якобы выхоженным. Да, мы так и думали. А вы страну выбрали? Да, Польша. Дальняя дорога утомит Нину, а Польша ближе всего. Разумно. Я со своей стороны подготовлю быстро все необходимые документы для родов за границей. И узнаю у коллег, какую страну лучше выбрать. Спасибо вам большое. Мы будем вам благодарны. Ваш кофе? Спасибо. Спасибо. Так что можешь меня поздравить. Нас с Яной и Кончаткой развели. Да, это печально. Я думала, обойдется. Не обошлось. А что с разделом имущества? У моей бывшей жены, как оказалось, очень цепкие руки. И вырвать из них что-нибудь вообще нереально. Должо. Сам же кот уговорил ей открыть юридическую фирму. Набрал лучших адвокатов. Теперь эти адвокаты обдирают мне как лимку. Да, тебе не позовидуешь. Из дому выгнала. Пришлось в тот дом перебраться, который ты мне отдала. Еще долго. Хорошо есть куда. Ну ладно, не помойся. Еще вариант. Если все получится, я выгру иск против Семенова. в суде, он мне отдаст 150 тысяч долларов. Сколько? 150. Нет, но суд в такой сумме наверняка откажется. Она же явно завышена. Что здесь завышена? Он мне жизнь поломал. Я вообще полмиллиона требовал. Адвокаты договорил. Можно я меня попрошу? Будьте любезны. Пошли. Пошли. Кто это? Что это? У кого такие нежные ручки? Такие нежные ручки. Только у одной женщины на целом свете, у моей любимой женушки. Владочки, я, конечно, рад тебя видеть, но я тебя прошу, не появляйся здесь больше. Я помню. Понимаешь, в Германии не принято смешивать работу и личную жизнь. У меня закончились деньги на карточке. Закончились? Подожди, я же недавно пополнял счет. Пополнял. Ну, вот ты меня обзываешь трожирой. Мне трудно здесь, как ты не понимаешь. Ты обещал мне достойную жизнь, а теперь я должна унижаться за каждое евро. Я виновата, что я не могу найти себе здесь работу? Да нет, я тебя не попрекаю, просто я хочу знать, как много тебе денег нужно, чтобы ты не чувствовала себя стесненной в средствах. Много. Много? Ну, извини, я просто так перенервничала сегодня. Я, правда, не могу быть в роли содержанки. Тем более, сегодня ко мне приезжает моя подруга из Киева на фестиваль музеев. И мне даже не за что сходить с ней в ресторан. Разумеется, я пополню твой счет. И не надо нервничать. Все образуется. И работу ты найдешь, и к стране привыкнешь. Просто ты проходишь сейчас неизбежно для всех мигрантов, период адаптации. А теперь иди, иди, иди. Ко мне должен прийти клиент, а немцы народ функтуальный. Ауфидерзейн, майн либе. Их либе дих. Думаю, что наше очередное заседание совета акционеров можно начинать. Максим будет общаться с нами по скайпу. Максим, ты нас хорошо видишь, слышишь? Да-да, все нормально, работаем. Начну с того, что списки мероприятий в отеле и полный финансовый отчет уже были разосланы каждому акционеру. Поэтому не буду на этом подробно зацикливаться. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я отвечу. Вопросы? Нет. Тогда хочу заметить, что за счет зеленого туризма, фестиваля закарпатской кухни, открытие собственной сыроварни и конных туров нам удалось не только поднять репутацию отеля, но и обеспечить заполняемость, сравнимую с пиком зимнего сезона. Все нормально? Да, все в порядке. В результате этого отель получил большую прибыль. А акционерам будут выплачены рекордные дивиденды. Ну что ж, давайте поблагодарим Семена и Нину. Они отлично поработали. Спасибо. Мне как раз на бензин хватает. Увы, у нас бизнес честный. Получать доходы, которые дают печально известные фирмы по быстрым кредитам невозможны в принципе. И все же я не согласен. У отеля большие перспективы. Только нужен грамотный руководитель. Вот я так считаю. Не тот, который протаскивает идеи своей жены. Играется в сельский гламур. Максим, ты, в общем, возвращайся и наведи порядок. Я тебя очень прошу. Слушайте, нынешний руководитель отлично справляется с управлением. А мне и во Франкфурте есть чем заниматься. У меня все. У кого есть еще вопросы? Исчерпаны. Тогда наше заседание объявляется закрыто. Ребята, как вы там? Кристина, как ты себя чувствуешь? У нас все хорошо. Правда, меня немного мутит по утрам. Но это нормально. Кстати, я недавно почувствовала, как будто у меня ребеночек шевелится. А доктор сказал, что на 12 неделе этого слышно не может быть. Да? Я так по вам соскучилась. Я пойду повидаюсь с Анной Григорьевной. Я ее давно не видела. А мне нужно в Ужгород. В Ужгород? Очень хорошо. Возьмешь меня с собой. Тебе зачем в Ужгород? Сема, неужели ты думаешь, я забыла, что сегодня последний день суда над этим подонком? Ну ты же едешь на судебное заседание? Мам, побереги сердце. Правда, там и здоровому человеку тяжело висидеть. Ничего. Это я висижу. Суд постановил. Визнати громадянина Чайку Станіслава Вікторовича винным ускойні злочині. Подвійне умисне вбивство Марченко Вероніки Назарівни і Соловьова Олега Івановича, вчинене з особливою жорстокістю стаття 115, частина 1 та 4 та замах на вбивство громадянки Марченко Ніни Олександрівни, стаття 15, частина 1 Кримінального кодексу України. Засудити громадянина Чайку Станіслава Вікторовича до 25 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Так йому і нада. А засудови. Жаль, що растріл у нас отменили. А почему так мало? Почему не пожизненно, а? Он убил мою дочь! Он убил її жениха! Он собирался убить Нину! Почему так мало? Успокойся, успокойся! Уберіте камеру! 25 років – це вже більшій срок. Лучший свій год він проведе в тюріме. Скільки ви їм не дали, Вероніку вже не вернуть. Дякую! Слушай, ну умею тезіненці готовить все-таки. Потрясающе! Ну, розказуй, подруга, как здесь живеш? Скучно. Безумно скучно. Одні только эти языкові курси. Більше заняться нечем. Я думала, хоть эта курица Кристина мене поводит по каким-то могильным тусовкам. А она занята только своей беременностью. Слушай, ну а муж? Об'елся груш. Какой он зануда, Анжел, ты не представляешь. Ещё и скупердяй страшно. Постоянно нужно выпрашивать. У него какие-то деньги новые платят. Ну, просто ужас. Ну, в сексе вообще молчу. Развідись. Развідись и возвращайся в Украину. В чём проблема? Я думаю, что после того, как я выучу немецкий язык, я начну ходить по всяким вечеринкам, богемным тусовкам, ну, и найду себе мужа побогаче, покрасивее, посексуальнее. Не то, что этот голимый юлик. Как ты? Сам видишь, устала, перенервничала. Я таблетки забыла выпить. Принеси, пожалуйста. Хорошо. Мам, мы хотим с Ниной поехать в свадебное путешествие. Ненадолго. Пожалуйста. Спасибо. Почему сейчас? Почему не раньше, когда у Нины был меньше срок? Нужно было завершить дела в отеле и дождаться окончания слушания дела, Стас? Мне не нравится эта идея. Ну, куда мне не ехать с таким животом? А кто и там готовить будет? Ещё съест что-нибудь несвежее, не дай бог, в какой-нибудь пиццерии? Да не переживайте вы, ну, мама. Я позабочусь о Нине. Ну, поймите вы, если мы не поедем сейчас, то потом, когда родится ребёнок, мы в течение двух лет не сможем никуда выбраться. А Нина так мечтала свадебного путешествия. А теперь давайте проведём практическое занятие. Пусть каждый из вас опишет алгоритм своего поведения в той ситуации, когда поведение партнёра ему не нравится. Можно я? Я постараюсь прислушаться к себе, понять, что конкретно не нравится Максиму и подумать, почему такие действия вызывают у него такую реакцию. Очень хорошо. Теперь вы, Максим. Затем нужно успокоиться и попытаться обсудить эту проблему с партнёром. Замечательно. А теперь вспомните какие-нибудь мелкие обиды и проиграйте их по составленной схеме. Так, а нечего проигрывать? У меня никаких мелких обид на Кристину не было и нет. Меня всё в ней устраивает. Мне кажется, или вы действительно, Максим, нас игнорируете? Может, всё-таки останетесь? А кто будет отелью управлять в твоё отсутствие? Ну, не Антон уже с Мариной это дело доверять. На меня можешь не рассчитывать, у меня уже нет сил. Мама, нотариум может управлять Максим. Опыт у него есть. Ну, может быть, ты и прав. Я, конечно, могу ему позвонить. Но я не думаю, что он согласится. Я ему сам позвоню. Прямо сейчас. Я не понимаю, ну зачем ты себя так ведёшь с Юлием Генриховичем? Ну, он же реально нам помогает. Ты что, сам не чувствуешь? Да, дядя Сёма, привет. Максим, привет. Нужна твоя помощь. Мы с Ниной хотим поехать в свадебное путешествие на месяц-полтора. Можешь на этот период заменить меня в отеле. Ну, если надо, значит, могу приехать. Передашь мне дела и можете ехать спокойно. Да, счастливо. А ничего страшного, что ты со мной даже не посоветовался. Так вот, знай, я категорически против. Тем более, что ты собирался найти себе работу. Уже забыл? Ничего страшного. Вакансия для меня появится как раз через два месяца. А родственникам нужно помогать. И не волнуйся, Нины в отеле не будет. Да при чём здесь Нина? Это райское место для меня просто синоним каких-то постоянных неприятностей. Ты же не хочу возвращаться туда. Так не возвращайся. Тебя же никто не заставляет. Знаешь ли, бросать тебя я тоже не заставляю. Собираюсь. Тем более, у нас сеансы психотерапии их нельзя пропускать. А ты вообще заметила, как ты подсела на эти сеансы? Нам теперь всю свою жизнь планировать в привязке к Юлию? Это зависимость, Крис. Максим, давай не будем превращать наш разговор в очередную ссору. Я... Тогда я поеду к Юлию Генриховичу и постараюсь уговорить его поехать с нами. Я, конечно, польщен. Но это так неожиданно. Я должен подумать, с женой посоветоваться. Папе будет очень приятно, что вы пошли нам навстречу. Я пригласил Максима руководить отелем в моем отсутствии. Так что они с Кристиной послезавтра должны приехать. Но мы же успеем уехать? Не получится. Мне еще нужно передать Максиму дела. К тому же нужно явиться в суд на очередное заседание по иску Антона. Но если тебя напрягает вся эта ситуация, могу отвезти Михеевку к дяде. Не надо. Как-нибудь переживу. Давай обойдемся без героизма. Лишнее волнение тебе ни к чему. К тому же Максим может обратить внимание на твой слишком большой живот. Давай все-таки отвезу тебя к дяде. Привет, девчата. О, явился. Да тебя черти носят. Да, не кричи. Я-то так и узнал, Галка теплую веранду делать будет. Чтоб зимой клиентов иметь. Самчу под векном садил, как он и с Яркою начал тему его менять. Ты дивись, а? Вот никак не успокоится эта Галка. Ну вот чтобы мне так повезло, что я кровь бы людям другим портил, а? Уже ж не дома дворец. По дворцу не муж, а ангел парит. Вторая, это уже за богатенького выскочила, ребеночка ему носит, а? Так вот тоже. Живите и радуйтесь. Не, они нам зло все время делают. А, а гроши? А гроши чтоб заиметь? Так вон и мансарду Нинкину сдать хотят зеленым туристам. Вот зараза, а? Значит так. Ни одному зеленому человечку я к ним заселиться не дам. Сдохну, а не дам. Так, окна помыть, бра протереть, мебель почистить, позовите кого-нибудь из клининговой компании. Гордины с занавесками тоже снять и сдать в химчистку. Катя, я тебя зову, зову, не могу дозваться. Чем таким важно ты здесь занимаешься? Что здесь происходит? Макс с Кристиной приезжают. Я в курсе. Все, мы при мне ему звоним вчера. Ну, так нужно все убрать хорошенько, особенно в комнате Макса. Нужно еще продумать меню праздничного ужина. Пойду проверю, какие продукты нужно докупить. Тамара Ивановна, что вы хотели? Чаю хотела выпить, но если ты так загружена, сил тебе, Катя, все это выдержать. Не знаю, брать с собой детские вещи или нет. Может, еще рано, но я уже начала покупать. Такие маленькие. Конечно, возьми. А в Польше докупим остальную. Извините за вторжение. Можно? Да, конечно, мам. Что хотите, думайте, но на душе у меня как-то неспокойно. Может, останетесь? Не понимаю, почему ты волнуешься, мам? Ну, назови хоть одну причину. Да умом я понимаю, что все хорошо, но вот сердце чувствует что-то плохое. Все. Наверное, это просто моя мнительность. Тамара Ивановна, все будет хорошо. доброе утро. доброе. Доброе. Ты как раз во время садись, будем завтракать. Ну-ка. Не-не-не, когда я один из семи побегу. И далеко собрался? В Ужгород. Элен организовывает благотворительный вечер. Хочу ей помочь. Андрюш, ты уже третий месяц без выходных. Угу. То работа в отеле, то работа на Элен. Ну, а сегодня в свой единственный выходной опять работа. Ну, так же и загнать себя можно. Мам, не волнуйся за меня. Я прекрасно себя чувствую. Всем пока. Пока. Это общение с Эленой меня тревожит все больше и больше. Я только от него и слышу. Элен профи, с ней обо всем на свете можно поговорить. Послушай, Ира, чего ты так сполошилась? Элен действительно очень неординарный человек. Нет, Петя, что-то здесь не так. Вот почему эта неординарная Элен проводит в нашей стране больше времени, чем в Англии с мужем. И я не верю, что здесь дело только в детях-сиротах. А если у них с Андрюшей роман? Так, Ира, успокойся. У тебя просто... У тебя слишком бурная фантазия. Она зашкаливает. Неужели не ясно, что Андрей развелся с Иванкой из-за женщины? А если Элен и есть эта женщина? Пап, ну чего ты молчишь, а? Чего на шупеть я сказал? Что бурная фантазия зашкаливает. Вот когда он приведет ее домой, как невесту, вот тогда... Что тогда? Посмотришь, что тогда! Ну я дружки полежу и ляжу. В полночу ты вела сериал про любовь. Ну что, знаешь, что там главный герой похож на этого? На кого? Часткового нашего. Короче, не выспалась я. Руся, ты тут кто-то весь буф. Посуду побили. Через окно лезли. Там холодильник обчистили. Так, а кто это мог сделать? Кто-то, кто? Мы за такое короткое время проделали гигантскую работу миссис Хоум. Я привыкла много и быстро работать, Андрей. Скажите, миссис Хоум, а как вы поняли, что благотворительность это ваше предназначение? Лет десять назад мы с мужем посетили Албанию. Бедную, разоренную войной страну. Там ночью я увидела на улицах беспризорников. Шести-семилетние мальчишки бегали с пакетами, дышали клеем. И тогда я решила, я организую международный фонд и буду помогать сиротам. Был очень чуткий и милосердный человек, мисс Хоум. Я обещаю взять на себя переговоры с радио, телеканалами, ну и дать рекламу в интернете. Спасибо, Андрей. Да, сейчас мне уже пора идти. До свидания. До свидания. Вам тоже спасибо. Это... Это Майя. Иванка хочет ее удочерить. Ну, правда, после вашего развода все осложнилось. Формально закон не запрещает одинаким женщинам усыновлять детей. Но то, что она не замужем, очень мешает. К тому же, развод почти сразу после свадьбы совершенно не в ее пользу. Кто так делает? Вы тут сначала все убрали, а потом меня вызвали. Как мне проводить розыскные работы? Кого я должен искать? Ну, вы же нас тоже поймите, а? Ну, у нас и так клиентов таких нема. Я тут такой безлот, так еще последние разбежались. Ладно. Что сделано, то сделано. Вы хоть помните, кто вчера приходил в корчму, что говорил, в каком настроении приходил? Ой, да было, чтоб вспоминать. Ну, зашло килька людей до нас. Все наши, Михеевские, приличные люди. Никто не понапливался, морды не понабывал, у нас же приличное заведение, а львови разные сюда не приходят. Короче, я вам так скажу, без всяких ваших розыскных операций арестовывать нужно Галку Костюк. Это она все сделала. Или у нас что? Новая полиция теперь, как и старая, на стороне богачей и их родичей. Я на стороне закона. Без доказательной базы я не имею права задерживать. С гражданкой Костюк обязательно поговорю. Вы подписываете протокол. Мною записана и прочитана дата подписи. А Миран Юрьевич обычно у нас придет. Да обязательно. Как только что-то узнаю, сразу приду. Давайте, давайте. Ну, вы заходите, хорошо? Безусловно. Спасибо. До свидания. До свидания, Миран Юрьевич. Привет. Я здесь меня лошу. Андрей, пожалуйста, прекрати меня преследовать. Иванка, подожди, Иванка. Я очень перед тобой виноват. У меня мало времени. Дай, дай я скажу, пожалуйста. Я сломал тебе жизнь. Проси меня, если можешь. Андрей, ничего ты мне не сломал. Если бы не наш короткий брак, я бы, возможно, никогда не решилась удочерить Майю. Поэтому спасибо тебе. Извини, мне пора. Я искренне желаю тебе удачи. Марина Георгиевна. Сейчас, сейчас. Привет. Ты что здесь делаешь? Привет. Господи, я в конце концов акционер, Марина. Могу я ходить на бесплатный массаж или нет? Можешь, я в бассейн нахожу. Марина Георгиевна, что ты хотела? Звонил ваш сын, просил забронировать люкс. Угу. Зачем? Мы с ним договорились, что он будет жить в доме. Номер забронирован на Юлия и Владиславу Лейман. Очень интересно. Кристина опять тащит сюда своего психотерапевта, а на этот раз вместе с Владой. Интересно, а кто будет оплативать их проживание? Василевский или Лейман? Или они собираются жить за наш счет? У преда то знаешь? Ну, это... Надо же. Та самая Влада, которая была здесь бренд-менеджером. Та самая Влада, которая спала с Ромой, а потом разрушила твою семью, а теперь вышла замуж за богатенького Буратино и счастлива. Не смешно. Антон, я тебе советую держаться от нее подальше. Ой, сестричка, оставь твои совет при себе. Ладно, мое дело предупредить. Семениев, мое ты сонечко. Ты кури покормил? Ага. Ой! Нина. Кто к нам приехал, Ниночка, зятек? Проходьте, седайте. Ой, спасибо, но очень много работы. Нужно еще успеть передать все дела перед отъездом. Ниночка моя, я ка ж ты гарна. Вот сразу видно, что скоро рожа... Ой, а на таком сроке не опасно ехать? Да не, не, мы уже с Ниной обо всем поговорили, правильно? Так что вся тема закрыта. Семен Назарович, вы не волнуйтесь, мы сделаем так, чтобы Нина у нас было хорошо. Это, я там накупил селяких продуктов, буду для тебя готовить деликатесы. Вот и хорошо. Да и ты уже. Ага. Ты знаешь, я уже отвык быть один. Мне будет вас очень не хватать. Я тоже буду скучать. Когда я устраивалась сюда на работу, то место для меня казалось центром вселенной. Я была здесь счастлива. А теперь я понимаю, насколько здесь все убого. Дорогая, не преувеличивай, это отель европейского класса. С приездом мы вас ждали. Ваш номер готов. Спасибо. Извините. Аккуратней нужно. Сделала себе карьера, да? А вот только с клиентами разговаривать не научилась. Извините. Ничего страшного. Ладочка, нельзя так разговаривать с людьми. Ну, почему нельзя? С ней можно. Вообще, я проголодалась. Кстати, я тоже есть хочу. Сейчас занесем вещи в номер и спустимся в ресторан. И мороженое. Обязательно. Как стерва уехала, так стерва и вернулась. Смотрите, кого я вам привела. А, бабулечка. Ой, с приездом, Максим Романович. Как я рада вас видеть. Здравствуйте. Хорошо дома. Как же я по вам соскучился. Так, давайте, мыть руки и за стол. Так, а может, подождем Нину с дядей Семой? О, с приездом. Спасибо. Спасибо за оперативность. Нина передает привет, она решила перед отъездом навестить родственников Михеевки. Молодцы. Что, рецидивчик? Тебе показалось. Тогда поцелуй меня. Ну что, вещи закинем и к столу. И ручки не забудьте помыть. Есть, сэр. Ну извини, мой постоянный клиент. Я тебя оставлю на минуту? Да, хорошо. Если бы ты знал, как я соскучился у тебя. Я не могу тебе забыть. Я даже не злюсь на тебя за эту подставку. Что? Ты из-за тебя из жены развелся. Хотя почти помирился. Забыла? Ты хочешь повесить на меня все свои несчастья? Что ты? Нет. Я просто хочу, чтобы мы встретились на нейтральной территории. Ты забываешь, что я замуж. Ну да, и кроме этого старика тебе больше никто не нужен. Не смешай меня. не то пальто. Я живу в том же доме. Жду тебя в любой момент. Назови день, час. Я подумаю над вашим предложением. только недолго. Извини, дорогая, издержки профессии. Ладно. кто тут? Кто тут? кто тут? Что я стрельну зараз? Кто тут? Помогите! Помогите! Полиция! Морду закрыть, дура. Морду закрыть, дура. Ладно. Морду закрыть, дура. Морду закрыть, дурак, Эпи, дурак. Морду. Новый год. Субтитры подогнал «Симон»